Добрый день! Меня зовут Татьяна Полякова, Татьяна Полякова, Этикет. Вы были недовольны тем, что не было слышно французского и итальянского в моих предыдущих роликах? Хорошо, сегодня мой собеседник немногословен. Я в Италии, я на свидании с Италией, я где-то между королевской Монцией, помним о самом красивом розаре Италии, и в Ямонзоне в Милане. Да, в том адресе, что расположен недалеко от Ласкалы, кто знает, тот поймет. И я на свидании с постелью. Не в постели, потому что это не мой жанр. Я, получая огромное удовольствие о том, что свою Италию, свою любимую Италию я нашла здесь, в родном и обожаемом Петербурге. Да, я во Фрете. Немного жаль, конечно, что все это происходит не на итальянской. Хотя Стараневский сегодня – это самый удобный и самый главный адрес для шоппинга. И вообще Стараневский – это мой маршрут с московского вокзала на русские самоцветы, там, где мы с ювелирами производим мои цветы, цвета и цветы. Кстати, этот адрес здесь – идеальный адрес для того, чтобы потренировать, попрактиковать итальянский и разобраться в цветах и оттенках. Одно из моих любимых итальянских упражнений – это определение цветов, как тщательно итальянцы обозначают цвет. Итак, Фрете – белый. Казалось бы, одно слово «белый». Нет, есть белый – холодный, и есть белый – теплый. Бьянко-оттико и Бьянко-кальдо. Дальше. Есть оттенок айворио – слоновой кости, сейчас введен новый оттенок – оттенок молока, наверное, от капучино. Вспомнили о капучино. Затем будет оттенок бежевого, который называется «саваж», «беж-саваж», «беж», как ни странно итальянцы называют. Потом будет темно-серый, ближе к антрациту – это будет «болито». «Гричоскуро» – темно-серый оттенок. Потом будет «скольо» – светло-серый. Если это золото, то итальянцы назовут этот оттенок желтого «читриню». Оттенки цитрина – это будет цитрин здесь. Это будет цитрин в жаккарде, в шелковом и сатиновом жаккарде. И это тоже будет цитрин вышивки. То есть весь этот цитрин проходит сквозь коллекцию. Вы бы назвали это «бордо» или «бургунди» – «бургонь». Итальянцы не назовут это «бордо», они назовут это цветом «амариллиса», в который вкле тяно золото. «Даун пинг» – «роза». Роза называется прекрасной розовой. И много дебатов на тему «миднайт блю». Это почти черный, но натуральный краситель. И вот истиня-истиня черный. На самом деле очень фотогеничный цвет и для вашего лица, и для вашей кожи. Вы помните наши лайфхаки. И есть, конечно, зеленый, зеленый мох, мосс. Итак, тема. Постельное белье, азбука, этикет и лайфхаки. Лайфхак 1. Заметила, что камера рассматривает норку, которой убраны мои ноги. Все знают, что я противница домашних тапочек. Но, кстати, французы научили меня тому, что всегда, везде без тапочек, но в спальне есть определенные аксессуары. Итальянцы в хорошем итальянском доме Шура Мария всегда будут иметь норку в зимний сезон. А венецианка будет, конечно, ходить на валеной подошве, потому что аква-альто. И их заливает, и камень холодный. Японцы научили, что даже в уборной, в туалетных комнатах будут специальные тапочки для посещения этих помещений. Поэтому, да, признак того, что я в спальне, моя настоящая нежная, сменная обувь. Лайфхак. Допускаю. Своих пристрастий, как и своих морщин, кстати, я не стесняюсь. Хотя допускаю, что и следы возраста на лице, и на теле, как и хорошее постельное белье, нужно разглаживать, нужно гладить. Америка не гладит и точно не крахмалит. Но мы в Европе, конечно. Главный герой ролика – постель Фретте. Фретте неодушевленный, но для меня абсолютно одушевленный и необходимый герой. И этого ролика, и жизни. Сон – важный элемент, конечно. Как часто мы, покупая кровать, инвестируем в изголовье и забываем про матрас. Но на матрасе – постельное белье. И у Фретте есть все для постели. Как это назвать? Наряд, одежда. Почему именно Фретте? Потому что магазин на Виамонзоне с 1861 года, с самого красивого Милана. Постельное белье Титаника. Ага, Фретте. Поезда Ориент-Экспресс, Фретте. Даниэль в Венеции – Фретте. У Фретте есть все эти архивы и подсказки. И постель Фретте считается эталоном. Для меня точно. На десятки лет уже. Но я думаю, что больше, чем в тысячи отелях есть Фретте. Это Four Seasons. Это Эрмитаж Монте-Карло независимый. Это Мандарин Риентал Париж, Сан-Риджи, Рим. Это Пенинсула в Гонконге. Это Розвуд фон Пейн. Вот это красивое, мое любимое. Это еще у меня на бакет-листе, пока я не бывала. Азбука ткани. Чем отличается один хлопок от другого, знать определенно полезно. Начинаем. Итак, первое. Перкаль. Забытое слово. Перкаль. Неубиваемое качество белое. Гостиничные линии и Фреты, и очень многие другие делают именно из перкаля. Плотно, стойко, выдерживает любое отбеливание белой гостиничной. Перкаль 250 ТС. Дальше идет любимый поплин. 250 ТС также. Более нежный. Немного более шелковистый. И затем мой король. Тот материал, в который влюблен мой утюг. Это хлопковый сатин, как называют его итальянцы. Мы его просто называем сатином. Это самое нежное, самое шелковистое качество. Это тоже будет где-то 250-300 ТС. Но ткань, которая идеально разглаживается. Идеально разглаживается. И я думаю, что это символ Фреты. Но и моя пижама, конечно, тоже сатин. Сомнений нет. Я, моя жизнь в пижамах. Кстати, мужчины научили меня тому, что нижняя пуговица всегда открыта. И пижамка мужская. Никто для дам такого качества ткани никогда не делает. Это просто не на правах рекламы. На правах удовольствия. Что есть более прочное, чем наш хлопковый сатин? Есть такое качество, как жаккард. Но жаккард – это уже очень сложное плетение. Если наш перкаль, поплин и сатин отличались плетением нитей, плетением структуры ткани, то жаккард здесь может быть уже до 28 нитей. Это может быть монохром. Это может быть рисунок. Жаккард может быть хлопок-хлопок. И вот есть уникальное. Действительно приятное. Я не знаю, как передать этот блеск и как успокоиться. Но это шелк и хлопок. Я говорю о шелковистости, вот этот шелк. Ловите меня на слово. Не так давно в Костроме я узнала о том, что мода на шелковое женское белье пошла из Франции. Почему? Потому что бложки скользили легко по шелку и не оставались на теле дамы. Не так давно в оригинале в Узбекистане я узнала о том, что мужской организм не дружит с шелком. Что они взаимоисключают друг друга. Поэтому Фредта как будто знала все мои истории. Смотрите, да, шелк, но подклад всегда будет из сатина. То есть то, чего касается кожи человека, это всегда будет чистый хлопок. Лайфхак номер два. Было? Было. Но мы все время говорим о хлопке. Естественно, есть и в красивых объемах шелк. Есть кашемир, есть смесь кашемира и шелка. Еще один лайфхак. Жадно делюсь. Нужно ли показывать гостю все зоны нового или семейного дома? Ответ. Нет. Зоны общие и публичные показывайте, а частные зоны показывать не стоит. Если только дом не продается и жилье не продаете, то водить по всем своим удобствам и комфортам жизни не нужно. Белье ведь личное, нательное и постельное показывать не принято. Но для этого есть фотографии. Не потому ли львы и львицы фотографируют, заказывают себе портреты в спальне. Для чего? Для самопозиционирования. Иногда с детьми. Чаще с серебром. За завтраком. И взгляд, конечно же, на количество подушек. И на хореографию постели. Не только я училась на гранд-отеле. Итак, азбука подушек. Мы дойдем до азбуки покрывал, мы дойдем до азбуки полотенец. Пока азбука подушек. Итак, мы не живем в две подушки, мы живем всегда в четыре подушки. У каждой подушки есть свой размер, есть своя классификация. 65 на 65 или 50 на 70. Обе подушки для сна. Мы можем спать на больших, мы можем спать на прямоугольных. Кто как любит. Герой, быта, подушка декоративная, 50 на 50. И думка или бодуар. Куда же без думки? Почему нет? Пусть будет думка. Но самое главное, и это тоже лайфхак. Есть люди, профессия которых заключается в том, чтобы наряжать постели. Я была знакома с такими женщинами. Кстати, номера телефонов у меня в записной книжке. Помните, какая у меня богатая записная книжка. И они дали мне лайфхак. Эльвира, кстати, португалка. Из этикета я помню, что при рассадке важно учитывать, что мужчина с востока должен смотреть в входную дверь. Так вот, Эльвира научила меня, что подушки всегда развернуты, никогда прямо, никогда слишком серьезно. Иначе это скучно. Они всегда чуть-чуть естественно, небрежно смотрят на дверь, откуда входит в помещение человек. И картинка становится совершенно не скучной. Картинка, не побоюсь этого слова, становится очень уютной. Да, при этом мы можем перебирать подушки, мы можем доходить до семи подушек. Но еще лайфхак. Пожалуйста, не поймите меня неправильно. И не подумайте, что Полякова сказала, что от разворота и количества подушек зависит вся хореография постели. Нет. Есть дресс-коды у постели. Так что дресс-код, я считаю, что в данном случае это настоящая романтика. Нет. Фрете славится своим кружевом. Фрете славится своей вышивкой, которую я обязательно покажу, потому что есть роскошная вышивка цветов. И, кстати, самый большой контроль Фа Фрете как раз и касается мережки и кружева. Можно торопить с заказом, но ОТК в Монце никогда не выдаст ничего раньше, пока не проверит. Испытано, знаю, 12 лет в стиральной машине кружева. Прекрасно, без одного замечания. То, что я вам сказала, правда. Посмотрите, шелковый жаккар подбит сатином для того, чтобы было удобно спать. И этикет квиз, please. Все знают. Я не знаю, кто-либо даст мне ответ или нет. Как называется это покрывало? Ну, не буду вас терзать. Как называется узкое покрывало великолепного качества? Шелк нежнее, чем части моего тела. Это называется саше. И посмотрите, как саше бьются с гортензиями рядом с моей постелью. Но, хорошо, назовем это романтика. А как усилить романтику и превратить романтику в люкс? Бросаем мех. Вы можете меня упрекнуть и сказать, но опять некая фру-фру. Как ваш фарфор, который только в серванте у бабушки. Неправда, я никогда с этим не соглашусь. Это не фру-фру, это люкс романтика. Но я приглашаю вас в другую спальню моей квартиры, где я покажу вам современный мир. Итак, сегодня будет много красивых кадров. Дресс-код, как мы назовем, если романтика была black tie, то это может быть elegant, elegant casual, современный дресс-код. Без всяких думок, но присутствует шелк. И в подтверждение, пожалуйста, вышивка фрэта. Спим на заднике подушки. И мне еще очень нравятся наволочки с ушами, так это и называется. И опять-таки шелковое покрывало. Но, видите, мы дошли уже с вами до 7 подушек. И выглядит это вполне симпатично. Но пересчитывать подушки я вас уже научила. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я вас научила также, что мой утюг любит сатин. А теперь хочу вас научить, что покрывало, не жалейте ни себя, ни денег, ни свой матрас, и покрывало должно обнимать постель, по крайней мере, матрас. Поэтому явно, что покрывало, как и одеяло, должно опускаться ниже матраса. Нет одеяла, которое по ширине матраса. Так не бывает, не случается. Поэтому здесь есть и конверт, упакованный под одеяльник в простынь, и бархат, который подбит этим роскошным сатином. Покрываем кровать. Не закрываем кровать, а ласкаем, обнимаем и покрываем кровать. Все бьется, все коллекции. 2009, 15, 22, все между собой у Фрета будет биться. Поэтому не бывает линии ликвидов, а всегда бывает коллекция. Дом мой не продается, но в ванную я приглашаю. Сама себе противоречу. Просто хочу показать, что коллекции у Фрета бьются, и те же дамы, которые не декораторы, а дамы, которые тюнингуют быт. Это было моей работой тоже когда-то. Научили меня тому, что смена постельного белья поддерживается сменой полотенец. Поэтому полотенце, Терри, как называется Терри, Махра, у Фрета тоже абсолютная апелляция. Фрета можно узнать, закрыть глаза, открыть глаза, вы все равно убедитесь, что это Фрета. И оттенки. Всегда все бьется между собой. Размеры полотенец, пожалуйста, есть у меня азбука и на это. Душ 100 на 150, руки 60 на 110, потом идет лицо 40 на 60. И то, что я люблю у Фрета, я очень люблю коврики для ванной. В сет полотенец входит чудесный стеганый коврик для ванной. Своего рода мой фетиш, если я могу еще признаться в одной своей слабости. Люблю я эти коврики. И Чакраселы моих тоже обожали. Да, я больше люблю вышивки и меньше люблю полоски. Но мы говорим о маскулинности, мы говорим о минимализме, о современном и геометрии. Куда уйти от геометрии? Принимаю. Не хотите, чтобы вышивка или полоска отпечаталась на лице? Переворачивайте подушку, сделайте так. Спите, думайте о Египте, об Италии или обо мне. А лучше всего об этом ролике. Что такое белый для меня? Белый, конечно же, нарядный, безукоризненный, чистый, дорогой. Но любимый для меня это цвет, который всегда во Фрето назывался айворио, теперь это называется молоко. И вообще есть такие правила о том, что человеческое тело более фотогенично на оттенке, ни в коем случае не на белом. И пусть белое останется для рубашек, для сорочек. Белое останется для торжественных выходов. И, кстати, еще раз напоминаю, что ни одна женская блузка не шьется из суперхорошей мужской ткани. Лайфхак. Мужчины привыкли к качеству. И кто же заказывает, вы можете спросить меня, кто же заказывает все это? Кто из мужчин? Ну, во-первых, мы никогда не называем имен. И, во-вторых, я думаю, что мужчины так привыкли к качеству, заказывая, выбирая костюмные ткани в граммах, вес, в коллекциях, в фактурах. Четыре сезона нет костюмов летних и нет костюмов зимних. Нет костюмов постели летней, нет постели зимней. Может быть, уменьшен вес наполнителя, может быть, оттенком подчеркнуть сезонность. Как угодно. Но мужчины избалованы, они разбираются в сортах винограда, они разбираются в годах урожаях. Они, конечно, разбираются, они знают, чем отличается их пеже от какой-нибудь красавицы Джульетт от Дэвида Остина. Они точно могут Уайта Хара отличить от Норма Джина. А кто из дам может отличить хризантему сорта вена, вена розовая, вена молочная, от просто белой, вот этой распространенной белой, полукудрявой, полууставшей хризантемы? Нет, в этом понимаем меньше. И так что ожидайте, что и про количество, про размеры подушек, про размер одеяла в отношении матраса, про вес одеяла, про качество пледа мужчины знают намного больше. Имена не выдаем, но самые-самые кашмира и хлопки покупают именно мужчины. Кстати, я спросила, не верите? Параллель. Я спросила известного метрототеля в Москве, сколько позиций приборов используется сегодня, ожидая, что ответ будет три. Я готов, я ем, я закончил, можно убрать. Оказывается, пять. Я готов ко второму блюду, и спасибо, было очень вкусно. Или даже иногда невкусно. Я сказала, кто же это все употребляет, я сказала, мужчины, которые встречаются на деловой ужин, говорят о деле, не хотят, чтобы их отрывали. Точно так же доказала, так что про поплины, это, кстати, рубашечная ткань, про хлопки, про шелк, про кашмир, про беби-альпаку мужчины понимают, знают, чувствуют. И здесь разница в деталях, нет-нет, разница в знаниях и в цифрах. И мы платим им взаимностью, этим мужчинам. И я могла бы заменить халат. Для меня платье из мужской коллекции. Я, кстати, в халатах, в шерстяных, кашмировых халатах Фредце путешествую, и Сапсан знает. И вендоры вообще в 2022 году вещь, достаточная тема, достаточно условная, деликатная. Как много нарядных людей, и как мало нарядных, уютных, хорошо одетых постелей. Как оправдать эту инвестицию, как оправдать покупку? Покупайте это для семьи. Хотя я думаю, что самые ценные подарки мы делаем сами себе, и по цвету, и по фактуре, кто что любит. И я думаю, что постельное белье – это очень хороший подарок, в смысле приданное. Моя достаточно бережливая французская подруга купила сыну на новоселье. Ну, какое новоселье? Просто мальчик уехал жить один от родителей. Первое, что она купила – это хорошее стекло, не скрою бокора. Я сказала, мало ли кто-то в гости придет. Я говорю, а Фредте? Она говорит, а это сразу, чтобы не было красных коленей и красных локтей. Мало ли кто на ночь останется. Так что это всегда… Я думаю, что это коллекция, я думаю, что это семейная ценность. Это то, к чему привыкли дети дома. Помните, как мы оформляем им детскую, и как мы забываем снабдить их вот этим приданным, этим ликбезом, этими правильными размерами, этой азбукой. Поэтому я думаю, что этикет не бывает детским. Он бывает один и на всю жизнь. Поэтому точно хорошая светская тема. И это вообще не про магазин. А это про качество жизни. И Фредта его любят все. И владельцы роверов, и владельцы майбухов, и владельцы винтажных авто. Помните, не показать траты и не показать цену. Французы научили меня тому, что парадный сервис стоит в три раза дороже, чем машина, на которой ездит глава семьи. Прибауток про постельное белье я не слышала. Если у вас есть, пожалуйста, присылайте традиции и обоснования этой инвестиции. И я думаю, что владельцы всех машин и даже байкеры обожают качество. И уверена, они хотят выглядеть приятно на оттенке молока или на слоновой кости. И для чего? Для удовольствий. Но удовольствие всегда с продолжением. Ни разу все, не нужно кредитоваться. Попробуйте одно. Уверяю, подвоха не заметила. Точно так же, как я однажды уснула в постели, в отеле. И я приручила, впустила Фредта к себе дома. Теперь мой утюг обожает, влюблен в мой сатин. И не надо покупать все разом. Сначала базу, а потом дальше. По нашей азбуке. Спасибо. Искренне ваша Татьяна Полякова. Татьяна Полякова. Этикет из любимого Петербурга. Этикет из любимого Петербурга.